Творческий дуэт Карена Аванесьяна и Абида Осомова приехал с юмористической программы в Экибастуз. В рамках гастрольного турне артисты Российского театра посетят ряд городов Казахстана. В 88-89 год, это еще Советская война, я впервые приехал в этот город. Тогда я мало что знал об Экибастузе, я только знал, что здесь когда-то Солженицын находился. Я помню тогда, вся молодежь тогда немножко была настроена так, с пониманием к человеку по фамилии Солженицын. Сейчас, ну, сегодня у нас просто программа такая, юмористическая программа. Мы с моим коллегой и другом, Побитым Осомом, придумали когда-то вот такой дуэт, с которым уже много ездим, выступаем в Израиле, были соединены что-то Кабиньки. Сейчас у нас тур по Казахстану. Такой юмор с акцентом, что ли, наверное. Хотя мы оба хорошо говорим по-русски, мы работаем в Московском театре «Кривое зеркало», но нас воспринимают как восточных артистов, а в восточном юморе есть особая изюминка. Я, например, всегда с удовольствием смотрел Каваеновские выступления. Когда в Каваене приоблывал акцент, неважно, казахский, узбекский, кавказский, то всегда была какая-то особая сладость. И в этом есть особенность такого восточного юмора. И вот поэтому мы решили сделать эту программу, объединить наши усилия и вместе вдвоем создать вот этот дуэт. В отличие от Карена Ванесьяна, второй артист творческого дуэта, Абита Сомов был в Экибастузе впервые, но он надеется, что это не последний его визит в наш город. Я в Экибастузе нахожусь в первый раз, конечно. У нас с Кареном Анисианом такой тур по Казахстану. Вот, ну, красивый город. Мы обычно у нас, мы не следуем готовой программе при выездах, при вот таких гастролях, потому что это зависит от публики. Это зависит. Это уже секреты нашей кухни. Мы все не раскрываем, но обычно мы как работаем? Работаем. У нас есть определенные, значит, номера, которые отработаны, но есть, бывает импровизация, бывает. Это смотря как принимает зритель, понимаете, мы отходим всегда от зрителя. По словам юмористов, творческий тандем был создан давно, так как с момента знакомства артисты почти сразу нашли общий язык и решили выступать вместе. К слову, в планах у дуэта закончить свою гастрольную поездку по Казахстану 13 мая в городе Актау. Спасибо.